22 августа. Одесса. Российские военные, которые находились на территории ЗАЭС, госпитализированы симптомами, похожими на симптомы лучевой болезни. Об этом заявил парамедик Богдан Бондаренко, который сейчас находится на передовой. В это же время Росатом экстренно вывел со станции своих сотрудников, а инспекторам МАГАТЭ россияне отказали в доступе на ЗАЭС. Парамедик Богдан Бондаренко подчеркивает, что пока не поздно, нужно сделать все возможное, чтобы получить правдивую картинную ситуацию на станции. Это вопрос выживания. Тем временем, жители ближайших городов к Запорожской АЭС начали раздавать йод на случай выброса радиации. Всего планируется раздать около 25 тысяч таблеток иодита калия. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Также Байден, Макрон, Джонсон и Шойц во время телефонного разговора обсудили необходимость избегать военных действий у Запорожской АЭС и возможность организации визита МАГАТЭ в кратчайшие сроки. Об этом сообщает сайт немецкого правительства.